Роман, как считаете, сейчас по поводу Чемпионата Мира, нисколько покарило, это уже начало подготовки или георгий-хоккей-тур, георгий-хоккей-туром, а Чемпионат Мира это отдельная тема? Нет, это серьезная подготовка уже идет. Эта концепция, она существует. У нас планы только на этой сезонной три года. Но это все в этой системе. То есть команда готовится уже с прицелом на Чемпионат Мира. Как считаете, что происходит не так? Вот у нас 2000-й год провал, 2007-й тоже обидное поражение. Сочи тоже не то. Вот сейчас очередное домашнее первенство. Что нужно сделать, чтобы избежать? По-вашему. Мы очень много тренироваться, быть готовым и физически, и морально для Домашнего Чемпионата Мира. Мы знаем, что статистика в 86-м году, в последний раз сборная СССР выиграла Домашний Чемпионат Мира. Мы понимаем, в первую очередь, в какой хоккей мы должны играть. И в какой хоккей мы играем на сегодня. И идем шаг за шагом к нашей цели. Для нас очень важно именно собрать эту машину, по винтику, собрать эту машину к Чемпионату Мира. И вот мы сейчас этим и занимаемся. Вчера была очень серьезная игра. В очень высоких скоростях играли. Очень много полезного смогли извлечь из этого поражения. К сожалению, мы очень хотели победить. Ребята очень старались. И слушали мотивацию, самоотдачу, и нет претензий. И к одному игроку есть над чем работать. И мы будем и с клубами общаться больше в этом плане. Чтобы клубы тоже отвечали за физическую, за моральную подготовку кандидатов в сборную. Это очень важно, чтобы они приезжали в сборную уже готовыми. То есть тяжелый график. Но для нас очень важно, чтобы игроки смогли соответствовать требованиям главного тренера. А победа в следующем году, по-вашему, будет как реабилитация за Сочи в 2014 году? Знаете, я бы не стал сравнивать Олимпиаду с Чемпионатом Мира. Это все-таки совсем разные турниры. И это все-таки у нас Олимпиада будет в Южной Корее. Будем уже сравнивать тогда Южную Корею с Сочи. Это будет, наверное, правильно. То, что касается работы на сегодня, мы идем матч за матчем. И задача в играх каждую игру. И идет подготовка серьезная. Главный тренер с игроками работает. И завтра серьезная игра со шведами. С точки зрения соперника, это ничем не слабый соперник, чем в Финляндии. Даже, может быть, и какие-то компоненты, как они были мастеровитые игроки. Поэтому это очень серьезный экзамен, но это очень важный экзамен для нас, чтобы мы смогли подготовиться. Чем сильнее соперник будет на сегодняшний день, тем лучше для нас и для игроков, чтобы они смогли уже привыкнуть к этому уровню. И понимали, что, например, у них нет столько времени, чтобы подумать, куда отдать передачу. Сами с КХЛ. А ребята, по-вашему, находятся в ожидании, или им пока еще не до этого? Я еще повторюсь, да, с точки зрения мотивации, у игроков нет просто. Можно мы сейчас с шведами, мы эти фильмы проводим без Григоренко. Мы видели, вот здесь по трибуну помещения, какая свежая информация. И мы так понимаем, что для чего-то новые партнеры нужны, да, абсолютно? Ну, свежая информация, да, Григоренко, к сожалению, сможет обложить этот турнир. Вчера здорово сыграли, они показали очень хороший хоккей на высоких сокрастях. Звено, наверное, было одним из лучших сейчас в сегодняшней игре. Уже гренский штаб сегодня позитировку. Григоренко заменяет Андронов в этом цене, так как это все не меняется. На этом турнире Григоренко мы больше не собираем. На этом турнире Григоренко, к сожалению, собираем. А на сколько он будет был известным? К сожалению, диагноз, кончастливого нет, наверное, вам нужно обратиться уже в клуб, вы появитесь в Москву и будет уже останавливаться в Уфе. Сегодня поедете? Да. Роман, какие есть вообще рычаги на клубы, чтобы они отправляли более готовых игроков в сборную? Как вообще на них влиять? Это очень важный вопрос. Это, наверное, через коммуникации правильные. То есть общение с тренерами и с руководством клубов постоянно. Мы к этому идем, но мы эту систему запускаем. С этого сезона вчера была первая игра. И будем шаг за шагом идти к этой цели, чтобы и клубы тоже отвечали за результат. Мы все вместе отвечаем за результат сборной. И очень важно, чтобы у нас не разделяли интересы клубов, интересы сборной. Потому что очень важно работать в университете в унисон. И должно быть понимание, что главный тренер сборной должен получать игроков, чтобы они были готовы играть уже по его требованию. И отражается ли предсезонка, которую игроки прошли в СКА при Назаре на функциональном состоянии игроков в СКА сейчас сборной? Вы знаете, я бы здесь детально не разбирал каждый клуб. То, что касается каких-то внутренних вопросов наших, мы все это видим на льду. И у нас есть время, до Чемпионата мира, работать над ошибками. Своими в том числе тоже. И, возможно, над ошибками, которые были где-то в клубах у нас. И мы будем над этим работать. Поэтому мы понимаем, как мы можем достичь той цели, которой мы идем. Нас удивило вчера, что было всего 7 тысяч зрителей на матче в Финляндии. И местные говорят, что КХЛ не то, что задавило, а привлекает интерес больше. Все больше и больше. Для них матчи Йокери-то. Они играют как будто против сборной России, когда против российских клубов встречаются. Почему вот финны не идут особенно всю сборную, и клубу Карио не отличается? Вы знаете, здесь такой момент. Здесь Финская Федерация, организатор турнира. Мне сейчас со стороны сложно сказать. Видимо, где-то они с точки зрения пиара не доработали. А где-то все равно влияет фактор, что будний день. В прошлом сезоне мы играли здесь выходной. И, наверное, это является основным фактором, почему мы не собрали аншлаг. Но это вопрос больше Финской Федерации. Мы на Кубке Первого канала соберем аншлаг. Для Харпл-Ареда с точки зрения бизнеса какой матч вы бы делаете? Йокери-то или Кубка Карио? С точки зрения арены, чем больше зрителей, тем выгоднее матч. А вот для вас, как совладельца в Харпл-Арены, принес доход такого куба Карио? Вы знаете, с точки зрения мероприятий, здесь надо смотреть на каждом мероприятии. Чем больше зрителей, тем больше доходов для арены. Это хороший ответ. Пока не было КХЛ, сборная Россия, как правило, побеждала на Кубке Карио. Сейчас появилась КХЛ во всех сборных, которые участвуют в Чешке, Финске, Шведске. Много игроков из КХЛ. Не получается ли так, что КХЛ готовит... КХЛ появилась уже 7 лет назад. Не тревожит ли, что КХЛ готовится к соперникам для сборной России? Чем выше конкуренция, тем лучше для всех. И в 5 миров появятся люди из НХЛ. И надо готовиться к сильным соперникам. То есть мы говорим о том, что чем выше конкуренция в КХЛ, чем больше сильных клубов играет в КХЛ, тем лучше для сборных. Другой вопрос, что у нас есть вопросы. У нас иностранцы играют в клубах на лидерских позициях. В этом, конечно, есть момент, на котором нам нужно работать, чтобы наши российские игроки играли на лидерующих позициях. Спасибо за вопросы. Спасибо.